Сегодня у нас четвертая лекция. Посвящена она будет транзакциям, триггерам, хранимым процедурам и прочим прелестям жизни, которые нам дает реализационный СУБД. Значит, начнем мы со следующего. Когда ведется работа с СУБД, одна из причин, по которой вообще выбирают использование СУБД, они начинают городить велосипеды, заключается в том, чтобы корректно работать с конкурентным доступом и с долговечностью информации, чтобы всячески переживать сбои. То есть, сбои по питанию, когда взяли приложение, его закрыли по килл минус 9, либо просто выключили питание у компьютера и все данные сохранились, чтобы они никуда не исчезли. Также, соответственно, если работает несколько пользователей, должны быть понятны правила, по которым будет осуществляться взаимодействие. Когда сам пишешь конкурентное приложение с нуля, это сделать корректно сложно. То есть, написать приложение для многих пользователей, которые работают одновременно, в общем-то просто. Делать так, чтобы оно корректно работало гораздо сложнее. Начинают возникать различные сайд-эффекты, потому что каждый выполняет свою задачу параллельно и возникают различные конфликты, и надо как-то с этим жить. В революционных СУБД, а и вообще в СУБД, для этого были сформулированы принципы осид. Они были сформулированы достаточно давно, в конце 70-х годов, Джим Грейм. Значит, осид – это аббревиатура, и состоит она из четырех слов. Атомарность, консистентность, изоляция и дюрабилити. Что такое атомарность? Атомарность – это достаточно простой принцип. Суть заключается в следующем. Значит, за единицу работы с СУБД берется транзакция. Несколько операций могут быть объединены в одну транзакцию, и вот эти транзакции являются единой неделимой частью работы. То есть, либо транзакция будет вся закончена с успехом, будет вся зафиксирована на диске, либо транзакция будет вся откатана. То есть, как будто ее и не было. Либо мы применили все изменения, либо мы не применили никаких изменений. Все или ничего. консистентность консистентность гласит что все изменения которые получаются в результате транзакции не нарушают внутреннюю структуру базы то есть все вот поддержание в актуальном состоянии всех уникальных ключей всех условий now not now и проверки наличие связанных записей и так далее то есть все вот эти вот условия в момент завершения транзакции соблюдаются нельзя просто так залить базу данные которые противоречат структуры этой базы изолированность изолированность гласит что результаты работы транзакции никому не видны пока данная транзакция не завершится то есть мы можем выполнять параллельно две транзакции они друг другу не будут мешать никто не будет видеть промежуточных результатов и долговечность долговечных гласит о том что есть ли значит транзакция завершилась успешно и суббд сказал что я завершил данную транзакцию все хорошо значит эта транзакция никуда не будет не потерялась может произойти какие-то непредвиденные ситуации и данные при этом никуда не исчезнут операция была завершена успешно она сохранена на диск она никуда не денется естественно если компьютер разбить кувалдой при этом то никакие программные ухищрения нас не спасут то есть в основном речь идет про то что будет переживаться данные переживут аварийный останов по какой-либо причине останов по памяти когда процесс убили когда процесс скрашился по какой-то причине там память кончилась пришел он киллер и убил его либо ситуации когда отключили питание ни с того ни с сего сгорел процесса то есть какая-то внештатная ситуация которая при этом не ломает сам носителя но тем не менее с точки зрения программы это остановка не запланированная остановка работы то есть если транзакция завершилась успешно то вне зависимости того как установили суббд данные никуда не потеряется ну синтаксически транзакции выглядят примерно следующим образом марки суббд говорится что транзакция начинается это операция begin потом идут операции которая видит собственно состав наполняет эту транзакцию апдейте лет делит insert и так далее и когда значит все готово мы говорим комит если мы не хотим подтвердить транзакцию мы можем вместо комит сказать роллбэк если какая-то из операций завершилась а неудачей например мы попытались добавить запись который мы не можем добавить по причине того что она нарушает уникальность какого-то ключа то есть операция завершается неудачей вся транзакция откатывается то бишь либо все либо ничего как она работает так еще раз повторю для чего все это нужно вся вот этот эпопея с транзакциями она нужна для того чтобы обозначить правила игры по которым можно получить предсказуемый результат при работе в многопользовательском окружении и при работе вот как бы с оборудованием то есть вся задача это обеспечить предсказуемость системы то есть чтобы не надо было угадать вот у нас произошел произошел внеплановая перезагрузка что будет чтобы не надо было угадать вот у нас а что будет если два человека обратятся к одним и тем же данным вот все это регламентируется правилом работы с транзакцией значит начнем как она работает работает она есть несколько механизмов обеспечивающих вот эти вот эти правила и начнем мы с долговечности и атомарности тут принцип предельно простой каждая операция она не производится с данными напрямую внутри суббд и и потрохах идет принцип двойной записи сначала данные пишут журнал транзакции потом только после этого меняются сами табличные данные в журнал транзакции пишется достаточно большое количество полезной информации то номер транзакции когда эта транзакция была какие данные были изменены старое значение новое значение когда был последняя значит контрольная точка при которой сбрасывались данные таблицы на диск то есть все это записывается в журнал транзакции значит зачем это делается основная проблема при обеспечении сохранности данных записи на диск возникает из-за одной очень простой вещи жесткий диск на который собственно эти данные пишутся он не имеет атомарной функции записи то есть мы не можем сказать вот жесткий диск у нас есть мегабайт данных запиши он начнет их писать и если в какой-то момент времени ему отключить питание то неизвестно что будет записано то есть весь этот мегабайт будет записано ничего не будет записано если как если часть то какая часть этих данных будет записано то есть это первая проблема вторая проблема заключается в том что само по себе устройство хранения они устройств хранения очень медленные то есть на на фоне быстродействия памяти жесткие диски они очень медленные поэтому чтобы с ними более менее эффективно взаимодействовать идет несколько слоев кэшей каждый кэш может оказать свои сайд эффекты в общем абстракция течет течет насквозь и чтобы корректно все это обрабатывать идет значит субэдэ взаимодействует с файловой системой файловая система взаимодействует жестким диском и вот весь этот слоеный пирожок должен как-то вот корректно работать поэтому для этого делается журнал транзакций значит журнал транзакций записываю при когда начинается транзакция и присваивается какой-то номер транзакция началась идет работа меняются данные и данные не пишутся в таблице то есть меняются кэши которые соответствуют данным на диски сами данные таблиц не меняются но все изменения записываются в лог транзакции они по очереди туда записываются потом когда значит со стороны приложения приходит команда давайте подтвердим транзакцию вот собственно говоря происходит следующее весь журнал транзакций сбрасывается на диск то есть приложение это операционной системе операционная система давай сбрасывай на диск вот журнал операционная система сбрасывает его на диск вот я сделал значит журнал транзакции на диск успешно сброшен все хорошо можно работать дальше после этого меняются файлы которые соответствуют данным таблиц и уже они сбрасываются на диск после этого поменяли значит данные таблиц сбросили эти данные таблиц на диск и в этот момент у нас все хорошо данные журналу больше не нужны данные таблиц уже на диске ничего произойти не может значит что происходит в случае сбоя случае сбой если сбой произошел до того как транзакции успешно завершился у нас есть данные в журнале транзакции мы их пишем 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 они не были до конца сброшены на диск журнале транзакции находится какой-то мусор то при восстановлении данных эти данные просто мы знаем что это мусор мы можем их игнорируем если бы вас был данные были уж сброшены в журнал транзакции то при восстановлении он смотрит у нас есть журнал транзакции в журнале транзакции есть транзакция которая была помечена как корректная как корректно завершенная тогда эта транзакция ведь эти изменения журнала транзакции накатываются на файлы данных то есть взяли и поменяли данные транзакция прошел успешно то есть вот этот вот принцип двойной записи позволяет корректно пережить ситуацию со сбоями сброс данных на диск это очень дорогая операция поэтому большинстве своем она несколько размазывается по времени то есть subodd репортует о том что транзакция завершилась успешно в тот момент когда успешно сбросили данные о блоге транзакции на жесткий диск данные которые находятся в памяти которые соответствуют файлам таблиц они в это время не сбрасываются то есть они какое-то время накапливаются потом происходит следующая транзакция тоже сбрасывать влог транзакции следующая транзакция на сбрасывается влог транзакции Когда количество данных по файлам приобретает какую-то критическую массу уже, сами данные и таблицы уже сбрасываются на диск. В этот момент помечается как контрольная точка, и в следующих транзакциях говорится, что вот была такая контрольная точка, и эти транзакции начинаются с момента этой контрольной точки. То есть последний сброс был тогда-то. За счет этого вместо нескольких сбросов данных на диск, то есть так называемой флажей, происходит один флаж на транзакцию. Значит, для того, чтобы убедиться, что данные в журнал записаны успешно, вместе с маркером успешного завершения транзакции, туда записывается контрольная сумма данных по самой транзакции. Потому что, еще раз повторюсь, то, в каком порядке данные будут реально записаны, оно никем не регламентировано. То есть на жесткий диск они могут попасть в немножко другой последовательности, чем мы хотим. Отсюда есть важное ограничение, что минимальное время транзакции, оно не может быть физически меньше, чем время сброса данных на диск. То есть, если мы хотим, чтобы они сохранялись, то время, которое выполняется, вот эта вот операция сброса буфера, оно будет минимальным временем, которое эта транзакция может длиться. Да? Что произойдет, если сбой случится во время сброса данных на диск? До его завершения? Да. Ничего страшного не произойдет. Значит, пройдемся по этапам. Изменения пишутся в журнал транзакций. Пишутся, пишутся, пишутся. Произошел сбой. Что начинается? Система восстанавливается. Открываем журнал транзакций, читаем данные по первой транзакции. Они были успешно завершены, все нормально. Читаем данные по второй транзакции. Они неполные. Неполные, значит, транзакция не была успешно завершена, значит, ее не трогаем. Все хорошо. Если произошел сбой во время того, как они сбрасывались на диск, то, в общем-то, будет все то же самое, что и во время записи на диск. Никакой критичной потери информации не будет. Время, которое занимает сброс диск, буфер, операция записи на устройство хранения, количество операций записи на устройство хранения называется EOPS. Это количество, значит, этих операций, которое может быть в рамках какого-то оборудования в секунду. Значит, на этом слайде продемонстрировано ориентировочное количество последовательных транзакций в секунду. Если мы посмотрим на жесткие диски, то увидим, что, в общем-то, оно не то чтобы очень велико. Даже достаточно дорогие жесткие диски, которые SAS, 15 тысяч оборотов, они выдают где-то порядка 200 транзакций в секунду. Последовательных. Это важная деталь. Значит, есть несколько способов, как это время сократить. Значит, первый вариант, который напрашивается, это, ну, который широко используется, это использование разного рода рейт-контроллеров, которые имеют функцию кэширования записи. Практически любой серьезный рейт-контроллер, он обеспечивает эту функцию, то есть возможность, у него какой-то объем памяти, и он, значит, в этот объем памяти может записывать данные, которые надо записать на диск. То есть, данные у него разошли, он, значит, сохранил их, и когда понадобится, когда сочтет нужным, когда им будет удобно, он их запишет на диск. Для того, чтобы транзакционность с таким вот агрессивным кэшированием не нарушалась, в этих контроллерах существует батарейка. Она позволяет ему какое-то время прожить без питания внешнего. Обычно там сутки-двое. То есть, если произошел сбой по питанию, то при следующей загрузке, при следующем включении, контроллер сам все допишет на диск, потому что у него память имеет маленький вот этот блачок, батареечку. Если включить кэш на запись без батарейки, то сами все злобные буратины. Любой сбой по питанию, и ваши данные превращаются в вермишель. Еще один способ, который используется для того, чтобы писать больше и быстрее, это ослабление требований durability. То есть, оси требуют, чтобы как только коммит завершился успешно, данные были фактически записаны на диск. В некоторых случаях прибегают к ослаблению данного требования и делают так, что данные фактически записываются на диск не как только произошел коммит, завершился коммит, а в течение, скажем, секунды после того, как завершился коммит. Во многих случаях этого достаточно для того, чтобы потеря одной секунды не является критичной. Это не всегда, но зачастую так. Тогда можно как бы ослабить требования, за счет этого количество последовательных транзакций резко увеличивается. Есть еще один способ ускорения, который широко применяется в СУВД, это не делать транзакции последовательно. Суть сводится к следующему. Если у нас несколько транзакций выполняются параллельно, то первая транзакция, которая завершилась, она вызовет сброс буфера на диск. То есть мы начали транзакцию, где у нас точечка, начали, завершили транзакцию, пошел сброс данных на диск, сбросили и отдали. Две других транзакции. Приложение уже отправило, что все, данные можно фиксировать. Поскольку все с диском хорошо работают только в одном потоке, как показывает практика, когда мы пытаемся его дергать из нескольких потоков, лучше никому не становится. Процесс, который занимается записью лого-транзакций, он ждет. Ждет, пока завершится сброс. Завершился сброс, он берет всех, кто накопился на всех транзакций, которые завершились к этому моменту, и единым чехом их сбрасывает на диск. Таким образом, получается, что две транзакции будут завершены за один сброс данных на диск. Соответственно, каждая из них выполнялась дольше, чем пишет диск, но суммарно мы немножко сэкономили, и количество транзакций в секунду, которое может обработать СБД, получается больше. То есть мы их как бы объединяли в одну? Да, они объединяются в одну. Но при этом они делались параллельно. Да. То есть результат объединяется? Момент фиксации объединяется, делается за одну запись. А если, например, в транзакциях получается коллизия, то есть они обращаются к одни и тем же данным? Об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Здесь речь идет только про то, как оно, как обеспечивается атомарность и как обеспечивается durability. То есть это две связанные между собой вещи. Атомарность – это то, что когда мы записываем данные, транзакция, она либо выполнилась вся целиком, либо не выполнилась вообще. То есть либо все, либо ничего. Durability – это если транзакция выполнилась, то результат этой транзакции будет виден даже после того, как у нас произошел сбой по питанию. Извините, пожалуйста, можно? Если что, микрофон выключите. Так, я глоток воды сделаю. Воспользуйтесь паузой. Теперь про остальные две буквы. Так, журнал транзакций. Еще один момент. Поскольку, собственно, в журнал транзакций пишутся все данные, которые необходимы, чтобы восстановить состояние после сбоя, то возникает следующий интересный момент. Если у нас есть какой-то бэкап, и мы знаем, какие транзакции были совершены с момента этого бэкапа, и у нас есть журнал транзакций, то есть у нас есть отдельный бэкап, есть отдельный журнал транзакций, то имея этот бэкап и имея журнал транзакций, мы можем восстановиться на момент сбоя. То есть берем резервную копию, на нее по очереди накатываем все транзакции, которые у нас были с момента снятия бэкапа до момента сбоя, и мы получаем данные, которые были на момент сбоя. При этом это может быть несмотря на то, что бэкап у нас, допустим, трехдневной давности. Три дня назад сделали резервную копию, потом на эту резервную копию трехдневной давности накатили три дня логов транзакций и получили актуальные данные, которые были на момент сбоя. Как долго журнал транзакций не хранится на том, что акция? Как системный администратор настроит, так и хранится. То есть это уже пользовательство? Это уже вопрос администрирования. Вот эта вот фича восстановления по журналу транзакций на произвольный момент времени называется Pointing Time Recovery. Еще один момент, который получается достаточно дешево за счет журнала транзакций, выглядит следующим образом. У нас есть данные в базе. У нас есть точно такая же база, байт в байт на другой машине. И мы журнал транзакций транслируем по сети. Это с УБД работает, выполняет полезную нагрузку, пишет, читает, все в ней хорошо. Журнал транзакций по сети передается на соседнюю машину и накатывается на базу. В результате получается, что с одной стороны у нас, поскольку у них общий журнал транзакций, по факту, у нас будет одинаковое содержимое данных. И там, и там. Подобным образом работает репликация. То есть журнал транзакций, помимо того, что он обеспечивает возможность сохранения свойств атомарности и durability, он также позволяет реализовать такие вещи, как репликация и восстановление базы на момент сбоя. Ну, либо вообще на момент какой-то транзакции. Вот это как бы вот бонус журнала транзакций. Следующий момент, который есть, это изолированность. Несколько человек одновременно работают с одной и той же базой. Хочется, чтобы были какие-то внятные правила по тому, как они будут друг друга, на друг друга влиять. Есть два подхода для обеспечения изолированности. Подход первый. Мы берем и на все данные, которые потрогал пользователь, потрогал приложение в рамках транзакции, вешаем блокировки. То есть начал читать, блокировка. Начал писать, блокировка. И, собственно говоря, из другого, когда он работает из другого приложения, начинает обращаться к тем же данным, он натыкается на эту блокировку. И все хорошо, все замечательно. Один работает, второй ждет. Проблема такого подхода в том, что он, в общем-то, плохо масштабируется. Возникает неприятная ситуация, когда работает кто-то один, а все остальные ждут. И второй подход, это мультиверсионность. Multiversion Concurrency Control. Суть его заключается в том, что пользователь, работая с базой данных, видит свой срез данных, который был на момент начала транзакции. Он может как-то эти данные менять, видит свой срез, и то, что меняется из соседних транзакций, на него не влияет. Как это работает? Работает это следующим образом. Значит, для начала разберем, как происходит, в чем, собственно, проблема, с чем мы боремся. Допустим, мы меняем данные непосредственно в BD, в таблице. Тогда у нас получается следующее. У нас есть таблица. Такая вот простенькая таблица. У меня есть три строчки. Идентификатор, имя и какое-то примечание. Идентификатор 1, 2, 3, имя, Алиса, Боб, Ева и примечание. Мы решили прочитать данные из какой-то транзакции. Прочитали. Мы, когда читаем, мы видим вот все три записи. Они все три нам доступны. Теперь мы решили обновить данные. Берем и обновляем. Прямо в этой таблице. У нас поменялось. Поменялось примечание, все хорошо. Значит, это вот как бы наша транзакция, в которой мы работаем. Мы решили добавить запись. Добавили запись. Она зелененьким подсвечена. И еще удалить запись. Все хорошо, все прекрасно. Наша транзакция работает. Здорово. Теперь у нас есть параллельная транзакция, которая решила прочитать. Ну, в результате мы получили вот такую конструкцию. Есть параллельная транзакция, которая решила прочитать эти данные. Пока мы занимаемся вот этой вот машинерией. Добавлением, удалением, изменением. И что в итоге? Транзакция началась вместе с нами. Еще до того, как мы начали заниматься изменением таблицы. И по-хорошему, она должна прочитать вот эти вот три записи, должна видеть, на момент, который был до обновления. Добавление, удаление. По факту, в зависимости от того, когда конкретно она будет пытаться их читать, она получит совершенно разный результат. То есть, она может увидеть обновленное состояние второй записи. она может увидеть либо не увидеть запись с идентификатором три. Она может увидеть, не увидеть запись про Деева. То есть, параллельная транзакция, она, в общем-то говоря, может получить совершенно разный результат в зависимости от того, когда будет выполняться чтение. Информации для того, чтобы получить данные, которые были на момент начала транзакции, в таблице уже нет. Мы их уже потеряли. То есть, по факту, изменение данных в самой таблице, оно уничтожает всю информацию, которая необходима нам для того, чтобы обеспечить изолированность. Как эта проблема решается? Решается эта проблема следующим образом. Вводится идентификатор транзакции, который сквозной и вот идет для всех. Автоинкрементом увеличивается. И для каждой записи существует еще два столбика, которые никто не видит. Они внутри СУВД. Это идентификатор транзакции, который создал данную запись, то есть транзакция, после которой эта запись стала видна. И идентификатор транзакции, до которого эта запись актуальна. Тогда происходит следующее. Мы обновляем запись, мы хотим ее обновить. Вот это. Что происходит? Что нам нужно для этого сделать? Во-первых, мы берем идентификатор текущей транзакции, допустим, 103. У нас текущая транзакция 103. Мы обновляем, и эта запись, которая была, она становится актуальной до 103 транзакции. Новое значение, это, по сути, новая строчка. То есть вот до 103 актуально были, со 101 до 103, не включая 103, была актуальная информация вот эта, после этого комментарий поменялся, у нас поменялась запись. после 103 транзакции мы уже видим вот эти данные. Если мы хотим, ну, собственно, вот все, обновление завершено. Транзакция с обновлением завершена, и мы увеличили номер транзакции. То есть следующая транзакция, у нее будет другой номер. Мы решили добавить запись. Ну, здесь все просто. Мы добавляем запись, записываем, с какого она стала актуальна, и сама запись, сами данные. После того, как добавили, увеличили номер. Ну, для следующей транзакции будет другой номер. С удалением та же самая история. Просто записываем, что запись будет актуальна по такую-то транзакцию. И в итоге получаем примерно вот такую картину. Имея вот такую табличку, мы можем сказать, какие записи были видны для какой транзакции. Ну, например, если у нас была транзакция с идентификатором 103, какую информацию видела транзакция с идентификатором 103? Что она должна видеть при выборке из этой таблицы? она должна видеть первое Алиса Great Programming. Почему? Потому что выше 100 актуально. Потому что 103 больше чем 100 и запись не удалена. Далее, она должна вот эту запись должны видеть 103 транзакции или нет? Да, вторую желтенькую. Не включая, мы ее не видим. Хорошо, следующая запись красная. Видим мы ее или нет? Видим, потому что 103 явно больше чем 102, но меньше чем 105. Мы эти данные видим. Мы же это видим как 102.0? В смысле как 102.0? Ну то есть в XMAX будет 0, когда мы прочитаем нет? Нет, не обязательно. Почему это же 103 транзакция, а удаляем она 105? А никто не обещает, что 105 транзакция закончится позже чем 103.0? То есть вообще значения в XMAX могут быть случайные? то есть это не случайные значения. Это идентификатор транзакции присваивается транзакции на момент начала. в идеале там должен быть идентификатор транзакции на момент окончания транзакции. Это было бы в идеальном мире. Но к сожалению мы не можем заранее сказать в каком порядке транзакции будут заканчиваться. Поэтому берется цифра которая соответствует началу транзакции. и мы можем имея вот эту табличку сказать какие были данные на момент начала транзакции. так то есть 103 видит 103 видит или нет эту запись хорошо Боба мы тоже видим а Дейва не видим то есть при выборке 103 транзакция будет видеть запись про Алису запись о том что Боб хорошо работает и запись про Еву да если в рамках 103 транзакции мы сначала изменим Боба а потом захотим прочитать то у нас вернутся две одинаковые записи в смысле одна почему нет но мы и так изменили Боба и захотели его прочитать в рамках 103 транзакции здесь мы не видим эту запись потому что да что именно время транзакции я не понимаю вопросов транзакция по времени никто не особо не ограничивает хорошим тоном считается держать короткие транзакции по ряду причин мы о них чуть-чуть попозже поговорим но по факту транзакция вполне может длиться и сутки и двое конечно заглядывает любая операция выполняется в рамках транзакций если явно не указано начало транзакции конец транзакции то транзакция создается непосредственно под эту операцию то есть собственно один оператор выполняет в рамках я не понял вопрос смысле смотрим где мы смотрим в начале просмотрим найдем вот мы хотим посмотреть на как будет цикл для базы данных увидеть вот select ну во первых select выполняется в рамках транзакции у транзакции есть какой-то номер циферка которая соответствует транзакции уже будет то есть либо 103 либо 106 либо там 200 либо 42 ну какая-то цифра будет какой-то номер этой транзакции будет и дальше он берет и смотрит по порядку если индекса нет тогда вот примерно так же как мы смотрели сейчас если индекс есть то в рамках индекса там разные конструкции хранения есть ну в частности позыгрыз насколько я знаю индекс хранит в себе информацию о том какой транзакции соответствует данные ключ индекса то есть там тоже подобные поля xminxmax ну не xminxmax там ссылка на вот конкретно вот такую строчку в которой указан уже минимум максимум и уже потом он будет базе данных ну вот вот этот вот столбик он существует только в рамках субд она его наружу никак не показывает то есть если посмотреть идентификатор текущей транзакции мы еще можем то посмотреть значение вот этих столбцов xminxmax мы не можем у нас нет таких рычагов это внутренний механизм обеспечения изолированности ну просто оно так работает сейчас на базе того как оно работает будет понятно какие сайд эффекты оно дает значит поскольку две транзакции выполняющиеся параллельно могут менять одни и те же данные фактически никто не мешает то возможно ну в некоторых случаях когда данные поменялись операция операция записи создает блокировку этих данных блокировки которые были вызваны записью снимаются в конце транзакции что произойдет например здесь мы начали транзакцию посмотрели какие-то данные на счете обновили ну параллельно начали вторую транзакцию посмотрели данные на счете того же самого персонажа получили одну и ту же цифру 400 велико-монгольских тугриков значит обновили счет добавив на счет 100 тугриков и в конце параллельной транзакции тоже обновили счет вот когда мы здесь если мы здесь обновили нам скажут обновили одну запись здесь начнется тишина мы повиснем в ожидании почему мы повисаем в ожидании с одной стороны СУБД не может сказать что оно выполнило эту операцию почему потому что на данной конкретной записи висит блокировка мы не можем вот просто взять и изменить ее она заблокирована откатить сказать что нельзя менять она тоже не может потому что результат вот этого изменения нам в общем-то еще не ведом нам неизвестно завершилась транзакция не завершилась эта транзакция когда эта транзакция если эта транзакция закоммитится то мы получим ошибку изоляция нарушена данная операция не может быть выполнена потому что ее выполнил наш сосед так понятно откуда эта ошибка изникает или нет а если вторая транзакция не на 100 не важно не важно важно то что мы потрогали те данные которые потрогал кто-то другой если их выполнять последовательно они выполнятся они не могут выполниться параллельно почему потому что мы здесь произвели изменения и здесь мы меняем те данные которые должны быть здесь поменены которые уже меняет кто-то другой если нам разрешат выполнить это изменение то мы перезатрем изменения которые были в параллельной транзакции причем эта параллельная транзакция не успела закончиться до нашего начала что особенно важно подобные вещи разруливаются блокировками если эта транзакция откатится то результат будет другим транзакция откатилась конфликта нету блокировка снимается и наше обновление успешно проходит так здесь победитель здесь как там а здесь победитель с другой стороны а если мы обновляем данные во второй транзакции не Алиса а какого-то другого человека конфликта нету да есть нюансы но в целом да должно быть все хорошо нюанс заключается в следующем блокировке они выставляться могут на разные части да и когда блокировок слишком много они могут укрупняться то есть в предельном случае они могут заблокировать всю таблетку в этой ситуации как бы СУБД ну СУБД укрупняет блокировки для чего для того чтобы не тратить слишком много ресурсов на проверки эти блокировки и на их хранение потому что если вы поменяли 2 миллиона записей то 2 миллиона блокировок это много это действительно проблема в случае если у нас нет такой нету этих блокировок массовых то все будет хорошо минимальная блокировка накладывается на карточки да так значит транзакции бывают разной степени изолированности всего в стандарте существует 4 уровня изоляции транзакции значит зачем оно нужно нужно оно для чего во-первых понятно что нужно блокировать запись с этим все понятно то есть если кто-то поменял то нам нужно это дело нам нужно не дать перезатерять изменения до завершения транзакции в некоторых ситуациях для обеспечения изолированности требуется блокировать еще и чтение с одной стороны с другой стороны ну то есть поддержание блокировок оно требует каких-то ресурсов с другой стороны чем более строгие требования к изолированности транзакции тем больше шансов что какие-то транзакции между собой будут конфликтовать больше шансов что транзакция будет отменена по причине того что значит по соседству что-то поменялось уровни изоляции транзакций разные уровни изоляции транзакций выдают разные разные правила того какие действия из соседних транзакций будут нам видны более строгие уровни изоляции транзакций соответственно как бы выдает меньше сайд-эффектов менее строгие больше сайд-эффектов соответственно на ликвидацию этих сайд-эффектов требуется с одной стороны некое количество производительности с другой стороны чем более строгие уровни изоляции транзакций тем больше шансов что нашу транзакцию СУБД откатит По причине того, что она конфликтует С данными Которые произошли в соседних транзакциях Значит, в стандарте Исколь объявлено 4 вида Изоляции транзакции Read Uncommitted Read Committed Repeatable Read И сериал Избол Значит, и Есть 4 4 вида Сайд-эффектов Которые допускаются На данных Уровнях изоляции На некоторых уровнях изоляции транзакций Первый, значит, вид сайд-эффектов Это Грязное чтение Второй Это неповторяемое чтение Третий Это фантомное чтение И четвертый Это Как там Аномалия и сериализация Значит Потерянные обновления Не допускаются Ни на одном уровне Изоляции транзакций Вообще Что такое Потерянные обновления Значит Это как раз то, что Иллюстрировалось На слайде с блокировками То есть, когда мы Начали одну транзакцию Начали вторую транзакцию И до завершения Этой транзакции Поменяли те данные Которые были изменены В первой транзакции Собственно говоря Вот эту вот Ситуацию с потерянным обновлением Не допускает Ни один уровень Изоляции транзакций Так Сейчас я немножко На слайд вернусь Значит Если посмотреть На данный слайд То видно, что Часть Клеточек Отмечена желтым цветом В чем суть Уровни изоляции Транзакции Определяют Какие сайд-эффекты Допустимы Это значит Что Скажем Если мы говорим Что у нас будет Rhythm committed То допустимо Потерянное обновление Грязное чтение Неповторяющееся чтение Фантомное чтение И аномалии сериализации Полный набор Потерянное обновление Не ту клетку подсветил желтым Потерянное обновление Не допускается нигде Грязное чтение Допускается в Rhythm committed Значит Это по стандарту Если с УБД Какие-то из этих Сайд-эффектов уберет Это не будет являться Нарушением стандарта То есть Стандарт предъявляет Минимальные требования Это значит Что Если у нас Мы скажем Что мы хотим Значит уровень изоляции Rhythm committed Но при этом Никаких сайд-эффектов Не будет Это все равно Будет соответствовать стандарту Значит Фосгресс На уровне Rhythm committed Невозможно Грязное чтение Оно допускается Стандартом Но оно невозможно И на уровне Repeatable read Не допускается Фантомное чтение То есть Оно невозможно Точнее Допускается Фантомное чтение Оно невозможно В фосгрессе Но допускается Стандартом Так Значит Потерянное обновление Понятно что это? Это когда Изменения Из одной транзакции Перезатираются До момента завершения Этой транзакции То есть вот это Явление называется Потерянное обновление На практике Это плохо Ну На практике Это ничего хорошего То есть Вы вроде как Что-то делаете А результат работы Никому не интересен Вы еще не успели Доделать Уже в корзину Выкинули Все равно же Рано или поздно Так же Уход Тут Даже самая чек Она все равно Изменится Через некоторое время Я искать Я понимаю Ну Если Эти операции Выполняются Последовательно То да Если эти операции Выполняются Параллельно То это нехорошо Ну то есть Когда у тебя Одна транзакция Что-то сделала Вторая транзакция Как-то меняет Результаты предыдущей Это нормальное явление Когда Кто-то меняет Результат Предыдущей транзакции Еще до того Как она завершилась Это в общем-то Грусть-печаль Значит Это вот Потерянное обновление Это аномалия Которая Ни на одном Уровне Изоляции Транзакции С УБД Допускать не должно Решается это обычно Просто Поддержание блокировок Поменяли запись Заблокировали Повесили на нее блокировку Значит Грязное чтение Грязное чтение Это ситуация Когда мы видим Данные Еще не завершенные Транзакции То есть Потерянное обновление Мы изменяем данные Еще не завершенной Транзакции Грязное чтение Это мы не изменяем Мы их читаем Транзакция Еще не завершена И Мы видим результат Ее Промежуточной Жизнедеятельности При этом Мы видим данные Которые В контексте Целостности БД Вообще-то Может никогда На момент Существования БД Может быть Никогда Не должно быть Видно На момент Завершения Транзакции Данные Уже будут Другими Во-первых Эта транзакция Может откатиться Во-вторых Эта транзакция Может эти данные Внутри себя Еще раз Поменять А мы уже Видим Этот промежуточный Результат Соответственно Ни о какой Консистентности В этом случае Речи не идет Это вот Называется Грязное чтение То есть Мы Прочитали данные Поменяли их Как-то И В соседней транзакции Которые Мы их видим Вот Грязное чтение В постграссе Невозможно Можно В рамках Одной транзакции Несколько Отдейтов Можно Данные Можно Менять В очень Больших Объемах То есть Транзакция На изменение Неских Миллионов Записей Это реальность В транзакциях Можно Ну В постграссе Достаточно Хорошо Поддержаны Транзакции И там В частности Механизмы Модификации Самой БД Они тоже Транзакционные То есть Можно Создать Таблицу В рамках Транзакции Там Поменять Добавить Столбцов Удалить Столбцов Создать Индексы Закоммитить И вот Такой Атомарный Блок Который Несколько Гигабайт Перелопатил Или еще Более Вот Либо Сказать Что Ну Типа Сейчас Мы Передумали И вертать Все Как Было И Все Откатилось Так Неповторяющееся Чтение Тут Дело Несколько Хитрее Значит Проблема Неповторяющегося Чтения Возникает Когда мы В процессе Транзакции Видим Данные Которых Не было На момент Начала Транзакции Они Закомичены То есть Транзакция Которая Внесла Изменения Она уже Завершилась Но В момент Начала Нашей Транзакции Этих Данных Еще Не было То есть Мы Выбрали Данные Здесь Мы Закомитили Здесь Еще Раз Сделали Выборку И получили Другие Данные Это Называется Неповторяемое Чтение Откуда Возникает Эта Ситуация Если Эта Транзакция Имела Номер Допустим 102 Эта Транзакция Имеет Номер 103 Эта Транзакция Завершилась Мы Читаем Данные По МВЦ И тут Будет У нас Что Данные Вот Это 102 Данные Внесены 102 Транзакции 102 Транзакция Завершена Все Отлично Мы Должны Видеть Хотя На самом Деле Это Не Так Потому Что Здесь Здесь Этих Данных Еще Не Было Здесь Они Уже Есть То Есть Транзакции Друг На Друг Влияют Вот Уровень Изоляции По умолчанию В Postgres Read Committed Соответственно По умолчанию Данное Поведение Вы Вполне Легко Можете Наблюдать Чтение Фантомов Чтение Фантомов Оно Немножко Более Хитрое И Суть Его Заключается В том Что В отличии От Неповторяющегося Чтения Мы Видим Не Измененные Данные Другой Транзакции А именно Добавленные Другой Транзакции Записи То есть Мы Посчитали Какую-то Сумму Добавили Записи Добавили Изменения И Сделали Еще Одну Выборку И Получили Другой Результат В чем Разница Между Фантомовым Чтением И Неповторяющимся Чтением Неповторяющимся Чтением Данные Были Изменены Каким-то Образом Либо Удалены Либо Изменены Либо Удалены А при Фантомовом Чтении Они Были Добавлены Зачем Их Вообще Разделять Разделяют Их По одной Простой Причине При Чтении Неповторяющимся Известно Какие Записи Мы Прочитали Соответственно В случае Если Эти Записи Кто-то пытается Либо Поменять Либо Еще Сделать Какие-то Вещи Мы Можем Добавить Блокировок На Сами Записи С Фантомами Блокировку Добавить Нельзя Мы Не знаем Какие Записи Мы Можем Прочитать В будущем При таком Запросе Ну Блокировка На Таблицу Это Оружие Судного Дня В теории Можно Но Этого Стараются Всячески Избегать Для Избавления Чтения Фантомов Прибегают К разным Ухищрениям Но В основном На самом деле Алгоритм Простой Запоминают Последнюю Добавленную Запись На момент Начала Транзакции И все Тогда Они легко Отсекаются Вот В Уровне Изоляции Repeatable Read Postgres Не допускает Фантомного Чтения Оно Невозможно И Последний Момент Который Наиболее Жесткий Уровень Изоляции Транзакции Это Serializable Он не допускает Аномалии Сериализации Что такое Аномалии Сериализации Аномалия Сериализации Это ситуация Когда Две Транзакции По какой-то Причине Выдают Результат При Параллельном Выполнении Отличный От последовательного Выполнения Ну Например Мы Прочитали Данные Посчитали Все Значения У которых Квас Райна единица Посчитали Сумму Получили Тридцатку И Добавили В эту же Табличку Данную Тридцатку Но В классе 2 На выходе Мы получим Что Ну Теперь Здесь Мы посчитали Сумму Для класса Класса 2 Получили 300 На выходе Перед Зарешением Транзакции Добавили Это 300 В Класс 1 В случае Сумму Уровня Уровня Транзакции Скажем Repeatable Read Мы Что Получим Здесь У нас Было 30 Здесь У нас 300 Здесь К 300 Мы Добавили Эту Тридцатку К 30 Мы Добавили Это 300 У нас Будет Здесь Сумма По Классу 330 По Класс 2 У нас Тоже Сумма Будет 330 Согласны? При параллельном Выполнении И уровня Изоляции Repeatable Если хотите Я могу Написать Содержимое Таблички MyTap Тогда Будет Немножко Попроще В доске Нарисую Тут Допустим Что у нас Там ID Value И Класс 1 2 3 4 Что у нас Там Пареньки Здесь Будет 1 1 2 2 Такая Скромная Табличка Здесь У нас Будет 10 20 100 200 Для Простоты То есть Если Если мы Выполняем Эти Транзакции Параллельно При Serializable При Уровне Repeatable Read Ну вот здесь мы добавим тридцатку для класса 1, то есть мы здесь добавим 1, 30, ну и вообще будет 5. А тут мы добавим еще одну запись, где будет 300 для класса, нет, наоборот, здесь будет 2, здесь будет 1. Вот, это при параллельном выполнении с уровнем repeatable read. При последовательном выполнении этих двух транзакций получить вот такую таблицу невозможно. Ну вот, как мы не вертимся, у нас получаются другие цифры, потому что у нас либо вот эта сумма поменяется, либо вот эта сумма поменяется. Понятно, почему нет. Вот, serializable таких кульбитов не допускает. В случае выполнения данных двух транзакций в режиме изоляции serializable, одна из них будет откатана. Какая именно, есть какой-то приоритет или это андон? Ну, обычно откатывается, ну, тут как бы, кто первый встал, того и тапки обычно, но вот в данном случае сказать, кто из них первый встал, достаточно трудно. Вот. Соответственно, serializable это самый жесткий уровень изоляции транзакций. По аномалиям вопрос есть? Почему всегда не применять самый жесткий уровень? Потому что он, с одной стороны, самый ресурсоемкий, а с другой стороны, далеко не всегда нужны такие гарантии целостности. То есть, вот, при некоторой аккуратности эта проблема вполне может решаться на уровне приложения. То есть, мы всегда можем сказать, что мы делаем select for update, то есть, мы читаем данные для изменений. То есть, тут основная проблема в чем? Основная проблема в том, что, когда, вот, уровень serializable, он дает гарантии, когда мы говорим, что мы прочитали какие-то данные за select, или, а потом на базе того, что мы прочитали, уже принимаем решение с обновлением записей другой операции. Вот. Если на уровне приложения мы не хотим заморачиваться, то можно использовать serializable. Если же мы на уровне приложения можем сказать, что мы делаем вообще, так говоря, select for update, тогда блокировка будет повешена еще на стадии селекта, и у нас не понадобится откатывать транзакцию вот именно на уровне sub-ad. То есть, она просто подождет. То есть, с одной стороны, тут гарантия выше, с другой стороны, одна из этих транзакций будет отреверчена. То есть, кто-то пойдет жертвой конфликта. В идеале, ревертов должно быть как можно меньше. Транзакции должны быть как можно короче, ревертов как можно меньше, и тогда жизнь становится прекрасной. Длинные транзакции это в любом случае плохо, потому что они могут кому-то сильно навредить. В моей практике был замечательный случай. Игровой сервер выполняет кучу операций, и у них достаточно коротенькие транзакции, их несколько сотен за секунду. Все хорошо. И параллельно идет операция с копированием тестового сервера. В нем, соответственно, играют игроки, которые хотят увидеть игру пораньше. Обычный тестовый сервер. Для того, чтобы попасть на тестовый сервер, надо на сайте жмякнуть кнопочку, и твой персонаж будет скопирован на этот тестовый сервер. Копирование происходит раз в 15 минут, берется список всех, кого надо скопировать, выгружается с боевых серверов и всасывается на тестовые. И тут в один прекрасный момент сервера встают. Начинаем разбираться, в чем дело. Выяснилось, что идет закачка вот этой большой пачки с игроками, которые должны играть. Следующий. Хорошо. Почему во всех остальных случаях закачка не приводила к эффекту остановки? Тут игровой сервер встал. Все очень просто. Там закачались игровые сущности корабли, именованные. У него ключ уникальный. И другой игрок решил переименовать свой корабль. Имена законфликтили. И вот эта маленькая транзакция по переименованию на игровом сервере, благополучно ждет, пока завершится вот эта 40-минутная процедура вчитывания всех и вся. Все ждут, сервера стоят. Крайне повезло, что это был тестовый сервер. Ну да ладно. Транзакции в идеале должны быть как можно более маленькими. Еще один момент. Транзакции на чтение не вызывают блокировок. То есть один из плюсов как раз МВЦЦ в том, что транзакции, которые занимаются только чтением, они ничего не блокируют. В принципе. Транзакции должны быть как можно меньше. Длинных транзакций лучше избегать. То есть маленькие, коротенькие транзакции. И надо помнить, что по умолчанию один и тот же селект может выдавать разный результат в зависимости от того, что поменялось в соседних транзакциях. А можно вопрос? Да. А вот если вы советуете избегать много запросов, ну поочередно. А вот join по факту это же тоже обращение? То есть ссылайк, ссылайк, ссылайк. Потом там может быть в итоге не... Я не понял, причем тут много подряд. Ну вот к тому, что мы же... Вот лучше делать по одному запросу, верно? Чтобы одна транзакция, один запрос был. Не обязательно. Главное, чтобы они не были очень большими. Чем они меньше, тем лучше. А 5 join, например? Join к делу отношений не имеет никакого. Не имею. Тут вопрос не столько в количестве данных, которыми эта транзакция оперирует, сколько в том, сколько времени она живет. То есть проблема в чем? Проблема в том, что чем транзакция длиннее, тем больше шансов, что она с кем-то законфликтит. Соответственно, чем транзакция короче, тем меньше шансов, что она успеет с кем-то законфликтить. Ну, они просто по времени могут не успеть пересечься. Поэтому короткие транзакции предпочтительнее. Количество join'ов на размер транзакций не влияет никак. То есть операции чтения в транзакции, они практически всегда идут... Ну, по крайней мере, на рейт-коммитит они бесплатные. Так. Ну, поехали дальше. Хранимые процедуры. В СУБД запросы, они позволяют получить данные, поменять данные. И логика у них декларативная. То есть мы пишем какой-то запрос, что мы хотим сделать. Вот одно выражение. Потом СУБД его выполняет и выдает нам результат. В некоторых случаях возникает необходимость воспользоваться не декларативным описанием, а императивным. Чтобы мы хотели взять строчку, взять и это значение, перемножить с этим значением, запросить данные по этому условию. Ну, какую-то вот такую вот логику навертеть. На простом, понятном языке. В частности, иногда бывает достаточно навороченная бизнес-логика, которая имеет смысл выполнять непосредственно на стороне СУБД. Ну, например, выбрать миллион записей, сделать с ними какие-то телодвижения и записать этот результат обратно в СУБД. Гонять этот миллион записей через океан не всегда разумно. Иногда имеет смысл сделать всю эту логику вот непосредственно на месте в СУБД. Для таких вещей существует инструмент хранимые процедуры. В Postgres, строго говоря, хранимых процедур как таковых нет. Там есть функции. Ну, в общем-то, принципиальная разница только в том, что функция возвращает какое-то значение. То есть, объявляются они достаточно простым способом. Creator Replay is Function. Имя, список аргументов. Что она возвращает. Если она возвращает какую-то вот набор кортежа, можно сделать там, Return Table. Язык. Куча модификаторов, которые позволяют делать хитрые хранимые процедуры. Там можно сделать свои оконные функции и так далее. Но, к сожалению, свои оконные функции можно делать только на сях. Вот. Флажки. Как она ведет себя. То есть, Immutable, Stable, Latile. Это Immutable. Функция зависит только от входных аргументов. Результат функции только от того, что пришел на вход. Stable. Результат функции зависит не только от входных аргументов, но и от какого-то окружения. Но в рамках одного запроса для одних и тех же входных аргументов один и тот же результат. Ну, например, Immutable функции. Ну, там, сложение, например. Взять под строчку, под строку. Что еще можно придумать? Пример стабильной функции. Взять текущую временную зону. То есть, в рамках одного запроса текущая временная зона не меняется. Для разных пользователей, тем не менее, она может быть разной. Volatile. Результат меняется, может поменяться при каждом вызове. Взять текущее время, например. Функция Random очень хорошо подходит под описание Volatile. И LeakProof это функция не протекает, окружение не протекает через функцию. Защита от протечек. То есть, например, если у вас есть какая-то функция, скажем, написанная на сях, вы можете результат положить в глобальную переменную, а потом при следующем вызове ее запользовать. Вот такая функция будет называться NotLeakProof. То есть, функция, которая течет. Так. Куча разных модификаторов. Модификаторы для параллельности, стоимость, как их считать на анализаторе и так далее. И в конце, собственно говоря, что она будет делать? АС и тело этой функции. Значит, ну, приведем пример. Нет, пример будет чуть попозже. Плюсы. Плюсы хранимых процедур. Ничего они нужны. Хранимые процедуры позволяют реализовать какую-то логику и не гонять данные туда-обратно. То есть, их сначала не нужно гонять в приложение, а потом гонять обратно. Они обрабатываются непосредственно в самой СУБД. Это первый плюс. Второй плюс. В них можно добавить какую-то логику защиты. То есть, проверить текущего пользователя какие-то хитрые права доступа и так далее. Третий момент, который можно сделать. Можно реализовать... Сейчас. Так. Реализация на стороне АБД функционала. Реализация механизма защиты. Реализация какой-то логики за пределами приложения для обеспечения... Обеспечить интерфейс работы приложения с БД. То есть, можно сказать, что приложение дергает только определенные хранимые процедуры. И эти хранимые процедуры обеспечивают интерфейс. То есть, саму структуру таблиц приложения не волнует. Вот как определенный контракт. То есть, поменяли схему, поменяли часть хранимых процедур. А приложение об этом ничего знает, не знает и работает так же, как работало всегда. Вот. И минусы этого дела. Первое. Трудно обеспечить миграцию с одной свободой на другую. То есть, при миграции между, скажем, MySQL, Postgres, либо Postgres, Oracle, либо Postgres, MSSQL, у вас в любом случае будут проблемы. Но в случае с хранимыми процедурами проблем будет много больше. Потому что в каждой СУБД свой персональный синтаксис хранимых процедур. То есть, их все гарантированно придется переписывать. Потом, следующий момент. Если вы реализуете какие-то проверки внутри хранимых процедур, то, скорее всего, вы захотите, чтобы эти проверки были также реализованы и в коде приложения. То есть, сначала проверили в приложении, потом проверили в БД. Чтобы лишний раз в БД не дергать, когда гарантированно известно, что результат будет, в общем-то, печален. И вот эти проверки, они должны быть одинаковые, они должны одинаково вести себя как в коде приложения, как в коде фронт-энда, так в коде бэк-энда, так и на стороне СУБД. Это тоже, как бы, дополнительные проблемы с поддержкой. И хранимые процедуры будут жевать проц на стороне СУБД, это тоже может быть проблемой в некоторых случаях. Значит, как они выглядят? Выглядят они примерно таким образом. Удаляем процедуру, которая существует, и создаем, ну, не процедуру, а функцию, поддам. Вход Integer Integer, select 1, плюс 1, и объявляем, что это язык SQL, immutable, и возвращает. В том случае, если на входе нул, то она вернет нул. Это, собственно, хранимая процедура, функция на языке SQL. SQL декоративный, есть императивный вариант, называется PLSQL. Тут, собственно говоря, begin, pretour, end. Язык, PLSQL. Все хорошо. Вызываются они так, как все остальные функции в подсказе. Select, имя функции и аргумент. Значит, если мы хотим, мы можем писать... Подсказ поддерживает несколько языков для хранимых. Для функции он поддерживает несколько языков. Ну, например, всеми любимый Python. То есть, я не пропагандирую использовать Python для этих целей, но, тем не менее, это можно, если очень хочется. Есть в качестве варианта еще можно воспользоваться другим языком. Еще более любимым, первым. Я еще меньше пропагандирую использовать первых хранимых процедур. Есть еще варианты на C. Если захотите, можете посмотреть документацию. Суть сводится к тому, что большая часть дополнений Postgres какие-то свои вещи реализует в виде хранимых процедур, в том числе и на сях. То есть, какая-то библиотека, Postgres ее подгружает и в виде плагина, плагин, по сути своей, предоставляет хранимые процедуры наружности. Значит, PL SQL декоративный, императивный язык, и он позволяет всячески задать, всячески играться с привычными нам конструкциями для управления порядка выполнения. То есть, if и, if else and if, он чем-то на basic похож. Циклы. То есть, простой цикл, цикл while, цикл until и так далее. Цикл for по чиселкам и более интересный вариант, который позволяет делать цикл по запросу. То есть, можно сделать select и пройтись циклом по результату этого select. То есть, например, for, имя, переменный, либо, соответственно, через который мы будем потом к результату обращаться, select, сортировка и прочее, loop, и дальше внутри делаем какую-то машинерию с вот этими данными, которые мы получили в результате запроса. Вот здесь, например, пример хранимый, пример функции, которая возвращает result set. Не одно значение скалярное, а набор кортежей. То есть, мы говорим, что мы будем возвращать result set, каждый элемент которого будет, каждый кортеж которого будет иметь такую же структуру, как и в таблице foo. И здесь мы возвращаем кортеж. Соответственно, фактического выхода нет, он просто возвращает один кортеж. Потом на следующей итерации следующий кортеж и так далее. При помощи хранимых процедур можно делать достаточно интересные вещи. И вот в такой ситуации мы вполне можем делать выбор из хранимой процедуры. Мы можем выбрать данные, которые лежат на таких хранимых процедурах. То есть, там достаточно мощный механизм. Значит, хранимая процедура выполняется в какой момент? Выполняется, когда ее явно вызвали. Иногда возникает ситуация, когда мы хотим выполнить какие-то действия не в момент явного вызова, а в момент изменения данных. То есть, есть у нас волшебная таблица с именами пользователей и правами пользователей. И когда кто-то меняет права, мы пишем в табличку с логами, что вот-то, вот-то, вот-то поменяли права. Надо бы потом, в случае чего, обращаться к конкретному человеку. То есть, не гадать, кто поменял эту запись, а вот конкретно. То есть, кто что вызывал. То есть, там либо протоколирование, либо какая-то дополнительная проверка на корректность. То есть, можно выполнять какие-то хитрые действия. Значит, триггер создаются примерно так же. Create Trigger. Какие у него есть варианты? Trigger Before After. В чем разница? Trigger Before выполняется перед изменением данных, Trigger After выполняется после изменения данных. Зачем оно вообще нужно? В случае, если мы меняем, делаем Trigger Before, у него есть возможность менять данные. Ну, например, мы делаем таблицу с пользователями, делаем столбик Password. Делаем Trigger, который берет и в случае на Before, и в случае, если в таблице Password имя пароля не начинается со слов sch256, заменяет его на хэш данного поля с префиксом sch256. Ну, к примеру. Вот. То есть, можно менять поля. Тогда, соответственно, мы вроде как добавляем запись и указываем пароль в открытом виде, а в таблицу он попадает уже хэшом. Это вот такой утрированный пример, но тем не менее. Можно еще какие-то вещи делать более полезные, там, собрать весь путь до поста, к примеру. Либо что-то еще. Вот. То есть, Trigger, который происходит Before, он может менять данные. Trigger, который происходит After, после добавления записи, он, очевидно, этого делать уже не может, уже поздно. Значит, зато Trigger After может быть отложенным на конец транзакции. Trigger может быть, ну, во-первых, на какую таблицу, очевидно, то есть он конкретной таблицы. И Trigger может быть как на весь запрос целиком, так и на конкретную запись. То есть, по умолчанию, ну, точнее, не по умолчанию, если вы делаете statement Trigger, то он выполняется на каждую запись, которая проходит через операцию изменения данных. Добавили две записи, Trigger вызвался дважды. Добавили 5 записей, Trigger вызвался 5 раз. Удалили одну запись, Trigger вызвался 1 раз. Удалили 100 записей, Trigger вызвался 100 записей. Обновили 7 записей, Trigger вызвался 7 записей. В этой ситуации Trigger вызывается один раз на каждую запись, которую, собственно говоря, потрогали. если триггер на весь statement то он вызывается один раз на запрос удалили 100 записи триггер вызвался один раз добавили миллион записи триггер вызвался один раз но важный момент у statement триггера нет никакой информации о том что конкретно удалили изменить то есть если триггер на запись он видит эту запись которую поменяли то триггер на statement он не видит что поменяли то есть сам факт и единственное что может делать триггер это в общем-то вызывать какую-то функцию то есть ему говорят при каких условиях при таких-то условиях дерни функцию внутри функции он может узнать а что вообще-то говоря происходило из ряда переменных переменных много если хотите можете почитать документацию я привел только некоторые из них new это значение кортежа которое будет после добавления либо после изменения соответственно имеет смысл только на insert update old значение кортежа которое было до обновления либо до удаления соответственно оно имеет смысл только на делит апдейт тг на собственное имя триггера тг оп это на какую операцию был вызван триггер на insert update delete truncate вот именно вот сама операция и тг табленейм это триггер на имя таблицы на которой был вызван триггер собственно которые поменяли при вас воспользовавшись этими переменными можно сделать один триггер который будет работать на нескольких разных таблицах если вот очень хочется в частности до девятой версии постгресса вся репликация работала была возможность организовать репликацию с постгресса с мастера на клиент насловив при помощи триггеров было решение салоне она собственно дело осуществляла репликацию и отслеживала изменения именно на триггерах то есть она ловила что поменял что добавили что удалили и вот эти данные передавала на соседей сервер триггеры и функции выполняются в той же транзакции в которой собственно говоря и сам запрос функция не может начать свою транзакцию она не может закоммитить транзакцию она может только откатить она может сказать что все ой все выдать ошибку и транзакция откатится ну вот такой пример триггера создаем функцию которая в случае если потрогали табличку если удалили там добавили или изменили добавляет запись в табличку аудита и в конце возвращает на вот 3rb4 может вернуть совершенно вот как бы случай с делитом старый столбик случае с insert и update новый столбик и именно эти данные будут соответственно добавлены если поскольку это триггер авто если это триггер ну поскольку триггер авто на возвращаемое значение в общем то никто не смотрит совершенно неважно что он там придумал все попытки изменить данные есть триггер на авто и бессмысленно данные уже записаны и говорим что вот если вот эту табличку создаем триггер на таблицу и случае insert апдейта и делита после этой операции вызвать на каждую строчку процедуру процесса любому триггеру да то есть этих переменных нет и беда печаль нет после изменения дефирит авто триггер вызывается в конце контакции ну конкретным порядком вызова дефирит операции я думаю надо отдельно разбираться я не готов ответить я знаю что ну так легко просто сначала вызывается триггер который before потом сама операция потом триггер на авто вот в рамках одной операции как группируются дефирит операции в конце я честно я не смотрел да если у нас будет при изменении каждой каждого каждого поля при изменении каждого как тоже он не на поля вешается а если он стейтмет один раз на после транзакции нет один авто это после операции before это до операции дефирит может быть отложен до конца транзакции получается для стейтмет недоступны для стейтмет они недоступны ну таково саляви то есть для raw-based они доступны для стейтмента они недоступны триггеры позволяют делать массу всего интересного но важно понимать что raw-триггер выполняется на каждую строчку на каждый картеж и соответственно при больших изменениях триггера могут достаточно заметно отъедать времени то есть на производительность триггера влияют не лучшим способом так еще немного про транзакции иногда возникает следующая ситуация у вас есть база данных которая вся из себя транзакционно все хорошо все прекрасно все замечательно вот и вы молодцы потом со временем выясняется что вы должны работать с другой системой и там тоже есть база данных которая вся из себя транзакционно целостно все хорошо там транзакционная база здесь транзакционная база но если вы выполните какую-то операцию сначала там потом здесь то вся эта операция в сумме вот вроде как бы составные части транзакционные а вместе уже нет то есть вы хотите сделать какую-то работу чтобы она была транзакционно вообще то есть там допустим ну банальный пример перевод суммы денег со счета алиса насчет боба вот две системы живут одна в одной базе живет боб другой базе живет алиса и вот надо сделать так чтобы деньги не потерялись с одной стороны с другой стороны чтобы чтобы они как бы не было двойного списания чтобы не было двойного начисления и вообще вот вся эта операция перевода денег она должна либо значит целиком пройти либо не пройти вообще какого-то промежуточного состояния хочется избежать в рамках одной базы все просто начинаем транзакцию списываем деньги у алиса начисляем бобу завершаем транзакцию мы молодцы и что делать если вас 2 значит одним из решений данной проблемы являются распределенные транзакции распределенные транзакции не называются x а транзакции вот то есть вы начинаете распределенную транзакцию списываете деньги у боба начисляете деньги алисе завершаете транзакцию и все молодцы вся она целиком пройдет либо значит целиком завершится либо целиком откатиться и вот этого промежуточного состояния не будет как она работает как этого добиться то есть теории все хорошо на практике есть нюансы значит чтобы работала распределенная транзакция участвует три роли первая роль это координата координата транзакция это транзакция ресурс ресурс в нашем случае это база данных и третья роль это приложение вот выглядит примерно следующим образом у нас есть транзакция менеджер у нас есть транзакция ресурс и у нас есть еще один транзакция и у нас есть приложение приложение говорит транзакция менеджер начни транзакцию распределенную всеобъемлющую далее начинается транзакция здесь транзакция здесь вот приложение вносит изменения в одной системе вносит изменения в другой системе и говорит я хочу зафиксировать транзакцию здесь я хочу зафиксировать транзакцию здесь транзакция менеджер фиксирует транзакцию вот значит для того чтобы обеспечить защиту от всякого рода сбоев и чтобы транзакция была атомарной используется механизм двухфазного коммита суть двухфазного коммита следующем приложение когда говорит что я хочу зафиксировать транзакция она говорит подготовка к фиксации сама субэдэ при этом запоминает транзакцию которую ей надо зафиксировать то есть она делает такой вот полу коммит когда коммит уже записан на диск он уже не может быть потерян но транзакция еще не подтверждена еще не откачано то есть она в таком состоянии подвиж фиксировали здесь вот подготовили и здесь подготовка здесь опять подготавливается транзакция нас субэдэ запоминает субэдэ запоминает идентификатор транзакции и приводит транзакцию в состоянии когда она уже зафиксирована на диск он помнит но она не закомичена и не откатили и после того как все на всех действующих лицах транзакция была подготовлена к фиксации всем отправляется команда комит должен быть фиксируем окончательно комит подтвержден если где-то фиксация подготовка не удалось то все тем кто подготовку таки сделал отправляется запрос на откат транзакции суть этапа подготовки заключается в следующем когда субэдэ после подготовки говорят комить транзакцию она не имеет права сказать я не я лошадь не моя вы слишком давно сюда заходили я про эту транзакцию что знать не знаю и комить не буду то есть субэдэ обязаны ее закомитить она может быть откачена ее могут откатить в случае если какие-то другие субэдэ какие-то другие участники распределенной транзакции сказали что не получилось но если сказали что если она ответила на подготовку все хорошо то в случае под ответа на комит она должна сказать что да за конечно значит в рамках команд SQL если выполнять весь этот механизм ручками выглядит это примерно следующим образом мы начинаем обычную транзакцию и делаем какую-то полезную деятельность потом говорим подготовка транзакции комит на этом этапе субэдэ передается какой-то внешний идентификатор транзакции в данном случае 3x42 может быть любым произвольным после того если субэдэ на этом этапе сказала все хорошо то значит она готова к фиксации транзакции далее мы можем получить список всех не зафиксированных транзакций подготовленных но не зафиксированных вот мы видим что у нас есть транзакция 3x41 и транзакция 3x42 и потом либо откатить ее в роллбэк либо подтвердить ее важным моментом заключается в том что даже если после припая транзакция идет отключение питания а потом ну то есть отключили питание систему запустили включили то данная выборка все равно вернет список этих транзакций и все равно можно будет либо откатить либо подтвердить то есть распределенная транзакция после этапа припая переживает перезагрузку сервера легко и непринужденно в частности следствие распределенной транзакции заключается в том что припая транзакшн всегда выдается после того как данные были сброшены на диск все эти обходные пути с тем что давайте мы подождем секундочку и только потом будем записывать данные на распределенные транзакции не распространяются как следствие распределенная транзакция это гораздо более тяжелая с точки зрения производительности вещь чем обычная транзакция ну надеюсь понятно почему значит какие плюсы распределенных транзакций плюс 1 простота простота эксплуатации куча фреймворков разной степени распространенности поддерживает распределенные транзакции то есть если использовать там условно говоря java можно поставить битроникс сказать что вот значит битроник давай рули распределенными транзакциями значит буду тебя всячески использовать и обвес для того чтобы это дело работало он получается крайне мало ну то есть их достаточно просто использовать минусы они более дорогие с точки зрения записи на диск писать надо больше поэтому писать тяжелее есть проблема согласованности резервных копий то есть если у вас есть две вот эти базы вы между ними произвели распределенную транзакцию то они вместе с находятся в согласованном состоянии если одна база у вас упала по какой-то причине и вы ее восстановили с потерей какого-то количества времени то есть например вы потеряли 20 минут то для возвращения согласованного состояния вам надо восстановить откатить вторую базу так чтобы в ней был выполнен тот же самый набор распределенных транзакций в некоторых случаях это может быть весьма забавно у вас допустим 20 серверов один из них упал вы его восстановили на 10 минут назад и должны все остальные остановить и восстановить на 10 минут назад хотя с ними вроде бы ничего плохого не произошло то есть это очень неприятный момент распределенных транзакций если мы хотим чтобы они были согласованы то нам надо учитывать как мы будем действовать случае если у нас одно из звеньев вышло из строя и возникают еще проблемы снятия согласованных резервных копий резервные копии зависят от того в каком состоянии был координатор транзакции потому что для того чтобы восстановить на поинт ну на какой-то момент времени нам нужно знать какие были состояния вот этих вот распределенных транзакций на этот момент времени и ну координатором тоже как бы может сломаться то есть он тоже может взять и выйти из строя по какой-то причине все тоже . отказа то есть плюс простота минус с этим надо очень аккуратно работать иначе можно попасть в идиотскую ситуацию когда у вас куча серверов и случае падения одного вы должны откатывать их все это неприятно так вопросы как работают распределенные транзакции есть они вот параллельно выполняют на две базы то есть операции или как-то последовательно ну то есть сначала с одной базы поработали потом другой или с двумя не принципиально значит это независимо абсолютно можно ну зависит от реализации хотите выполнять запрос параллельно хотите последовательно у вас два сетевых подключения вы можете этим сетевым подключением играться как угодно можно сделать три сетевых подключения 4 5 и так далее собственно вся разница идет только в том что вместо простого коммита вот ведет вот этот машинерия с припэ транзакшен и коммит припэ вместо того чтобы просто сказать коммит вы должны сказать что я подготавливаю коммит распределенной транзакции с именем таким-то и потом выполняется собственно коммит на координаторе транзакции должна быть информация о том какие участники процесса участвуют в этой распределенной транзакции это ему нужно для того чтобы в случае если что-то пошло не так либо координатор перезагрузился либо перезагрузился как какой-то из участников можно было потом это дело восстановить в консистентном состоянии то есть либо и везде откатить либо ее везде доподтвердить если сбой произошел до того как везде выполнилась припэ она откатывается на всех на всех участников транзакции если сбой произошел после того как везде выполнился припэ ее можно везде подтвердить так значит вот эту ситуацию с тем что в случае падения одного звена мы получаем крайне неприятную проблему связанную с тем что надо откатывать вообще-то говоря всех решают обычно через очереди значит суть сводится к следующему мы хотим допустим перечислить ту же самую денежку со счета боба на счет алиса мы берем создаем события что вот у нас сейчас эту табличка аккаунта алиса И другая субодия. Ну, здесь будет пущать джек и мэри какая-нибудь. Это у нас будет D1 база, это дата 2. Вот мы хотим перечислить, допустим, от билла мэри 100 условных туликов. То есть первый вариант это сделать, здесь начать транзакцию, списать убил сотню. Здесь начать транзакцию, добавить мэри 100, commit prepare tx1, commit prepare tx1 и здесь потом commit tx1, commit tx1. То есть это вот первый вариант через определенные транзакции. Вариант через очереди выглядит несколько другим способом. Здесь делается очередь транзакций, операций. Здесь задачка, которую надо выполнить и стоит. Мы хотим перебросить от билла сотню мэри. Добавляем запись, что мы хотим сделать задачу номер 1 и таск. Этуда 100, ту мэри. State не выполнено. В этой же транзакции, в которую мы добавляем эту задачу. Ну, во-первых, мы проверяем, что мэри существует, если хотим. Если хотим, не проверяем. Вот. Можно не проверять. Так, добавили задачу, что мы списываем сотню в пользу мэри от билла. Такой вот задачка. Здесь, в этой же транзакции, в которую мы добавляем сюда описание задачи, списываем счет. У нас получается 100. Все. Деньги потеряны. Деньги больше нет. До мэри они еще не дошли. Мы добавили сюда эту запись. С этой стороны у нас есть табличка. tx completed. Здесь тоже id. Смотрится. Статус устоя. Он говорит, а есть у нас записи, таблички задач, которые еще не завершены. которые мы еще не обработали. Эта система говорит, да, вот у нас тут некто бил, хочет мэри денег дать. 100 единиц. Мы говорим, хорошо, добавляем мэри несчастную денежку. Задача с идентификатором 1 была. И добавляем ее как completed. Сюда отправляем результат. Что мы деньги, мы выполнили задачку за номером 1. И пометили. Значит, если у нас по какой-то неведомой причине мы говорим, произошел сбой. Сюда мы записали. Списать и не записать мы не можем. Не записать и списать мы тоже не можем. Потому что изменение вот этих двух таблиц идет в одной транзакции. Теперь здесь мы получили информацию о том, что нам нужно выполнить задачу с идентификатором 1. Записали сюда, что мы увеличили счет мэри, записали tx completed и умерли. Все хорошо. Потом, значит, система запустила, говорит, а дай нам еще задачи, которые надо выполнить. Он говорит, да пожалуйста, вот тут задачка номер 1. Некто бил. Мэри хочет 100 единиц добавить. Мы пытаемся добавить сюда еще 100 единиц. Сюда добавить еще одну запись с идентификатором 1. И баз данного говорит, что вообще-то вы не правы. Список транзакций, которые мы выполнили, он уникален. И откатывает нашу транзакцию. Мы еще раз спрашиваем, дай нам задачку, которую надо выполнить. Нам еще раз говорят, надо закинуть 100 единиц от, кто у нас там был, от билла к мэри. Мы еще раз добавляем 100 единиц. Еще раз добавляем идентификатор завершенной транзакции. Еще раз получаем ошибку. И, значит, до тех пор, пока не исправят ошибку в алгоритме, занимаемся этой ерундой. В следующий раз модифицируем. Получаем список задач, начинаем транзакцию, добавляем идентификатор, если он отсутствует. Если добавился, добавляем сотню. Если не добавился, отправляем сюда данные о том, что задачка была выполнена. И в следующий раз здесь появляется плюс. Но если мы добавим идентификатор, и база резко рухнет, мы же не успеем добавить сотню. Это одна база. Одна база, одна транзакция. Добавили идентификатор, транзакция еще не завершена. Локальная транзакция, которая затрагивает только D2. Мы падаем, восстанавливаемся. Журнал транзакции, в данных, здесь все еще 200, здесь все еще нет записи. Журнал транзакции считает, нет транзакции, которые надо завершить. Есть какая-то транзакция недописанная, которую надо откатить. И здесь остается по-прежнему 200, и по-прежнему нет задачи в списке. То есть все хорошо, все замечательно. Опять идем сюда, опять получаем задачу, накидываем. Отмечаем ее как отмеченную и накидываем в стольник. После чего рапортуем, что все хорошо. Можно еще раз посмотреть, что это действует при предыдущем методе? При чего? При предыдущем методе до очередения. Распределенные транзакции. Распределенные транзакции. Мы говорим, что менеджеру транзакции, что давай перекидывай деньги. Здесь начинаем распределенную транзакцию, здесь начинаем распределенную транзакцию, выполняем действо. Здесь списываем, здесь добавляем. Говорим commit. Он отправляет сюда припе, сюда припе, сюда commit, сюда commit. Если по дороге где-то что-то сломалось, если сломался до того, как D1, D2 отрапортовали, что припе прошел успешно, транзакция будет откачена. Если координатор осыпался после того, как было подтверждение от обоих сторон, транзакция будет подтверждена. А вот на стадии предперед, когда первая таблица подтвердила все хорошо, у Билла стоили здесь? А мы ничего не можем сделать с несчастным Биллом. Мы можем прочитать его счет и увидеть последнее закомиченное изменение. Последнее закомиченное изменение будет в этом случае, наверное, 200. Но поменять мы не сможем, потому что оно будет заблокировано вот этой вот распределенной транзакцией. Соответственно, если распределенная транзакция висит годы, то другие транзакции вполне могут спотыкаться о ситуации, что мы пытаемся изменить данные. Заблокированы распределенные транзакции, вообще-то говоря, все плохо. А там есть таймала? То есть транзакция час не идет, все откатывает? Надо смотреть параметры. Я знаю, что есть отдельно параметр. Сколько мы готовы ждать, если данные, которые мы хотим потрогать, заблокированы другой транзакцией. То есть вот такой параметр точно есть. Еще в Postgres по умолчанию лимит на количество распределенных транзакций равен нулю. То есть их надо явно включить. То есть прописать в конфигурации, что да, мы хотим пользоваться этим чудом. Если мы этого не сделаем, он скажет, все, лимит исчерпан. Вы создали максимально возможное количество распределенных транзакций, целых ноль. Плюсы персистентных очередей. Система получается развязана между собой. Причем в некоторых ситуациях при аккуратном подходе, например, для того, чтобы осуществить перевод на другой счет, нам не обязательно, чтобы данная база вообще-то была онлайн. Чтобы она была доступна. Она вполне может находиться на этапе техобслуживания. Например, мы решили, что мы хотим сделать еще один перевод от Алисы. Ну, допустим, на полтинничек. Ну, кому мы будем делать перевод? Билу. Нет, Билу не нравится. Бобу. Боб хорошее имя. Боб from Алиса. И вот вполне себе хорошая операция. Сделали. С этой стороны приходит запрос. А у нас есть что на поработать? Говорит, да, вот тут Алиса перевод Бобу делает. Идем сюда. Не получается сделать перевод Бобу. Есть нюанс. У нас нет Боба. Откатиться должно нет. Мы говорим, что откатывай. С этой стороны надо откатить. Здесь помечаем, что надо откатить. Пометили. С этой стороны смотрим. Есть то, что надо откатить. Есть. Берем несчастную Алису и вертаем ей полотинник обратно. А транзакцию помечаем как отмененные. Все. Вот. То есть. Тут естественно есть нюанс. Например. С операцией добавить денег. Это работает хорошо. С операцией снять денег. Будут проблемы. Потому что здесь у нас счет внезапно увеличился. Здесь мы говорим, что сними. Тут говорит, тут нет кого снимать. Мы приходим сюда. Он уже все потратил. То есть. Одна из проблем персистентных очередей в том, что. Надо очень аккуратно за ними следить. Во-первых. Они реализуются вручную. В той или иной степени. То есть. В любом случае. Логику того, как они будут взаимодействовать. Приходится реализовывать вручную. Вот. И. Больше операций на задачу. То есть. В принципе. Оно сложнее. Из плюсов данной конструкции. То, что у нас нет такой жесткой проблемы связанности системы. То есть. Мы можем выполнять операции. Даже если соседняя система выключена. У нас много мягче проблемы с бэкапами. Например. Если. Все инициативы происходят только с этой стороны. То мы можем сказать, что при восстановлении из бэкапа. Нас устраивает. Ситуация. Когда данная база будет. Более. Старой. Чем. Вот это. В этом случае. В этом случае. Мы можем сказать, что у нас здесь не выполнено. Приходим сюда. Зануляем статус. По причине того, что он откатился. И дальше. Она сама накатит те операции, которые были. Не завершены. На тот момент, на который базу установили. Причем только их. Лишние операции не будут. Восстановлены. Потому что здесь у них будет статус. Надо сделать. Но тем не менее. В этом. В этой табличке. Они будут выполнены. Поэтому. Они просто. Повторное выполнение. Не произведет. Никакой. Проблемы. Ну. Я все на сегодня.